Умные кассы. У предпринимателей осталось три месяца на установку онлайн-терминалов. С 1 июля все чеки должны передаваться в налоговую службу по интернету. Для этого нужно модернизировать старые кассовые аппараты или купить новые. Как считают законодатели, это избавит бизнес от излишних проверок, а покупателей защитит от обмана. Только вот этим нововведениям рады далеко не все. Почему, расскажет Юлия Боброва. Внешне онлайн-касса не отличается от обычной. Изменилась начинка. Теперь аппарат подключают к интернету. Чеки онлайн передаются в налоговую. В этом главная задумка системы. Есть польза и для покупателей. Клиент может отслеживать свои покупки, допустим, через мобильное приложение, либо через интернет. Каждый новый кассовый аппарат выдает чек с QR-кодом. Отсканировав этот QR-код, вы по факту попадания его в базу данных налоговой можете его посмотреть, что где, когда вы покупали. Купить аппаратуру до 1 июля должны те, кто ранее работал с контрольно-кассовой техникой. У плательщиков единого налога и тех, кто работает по патентной системе, есть время до 2018 года. Законодатели уверены, бизнесмены оценят инновацию. Меньше будет проверок, потому что если мы переходим на новую контрольно-кассовую технику, на онлайн-кассу, соответственно, налоговая сразу с каждой операцией торговой получает информацию. Это рискориентированный подход контрольной и надзорной деятельности. То, о чем просил бизнес, и мы за это ратовали. Только вот бизнес-сообщество нововведением не обрадовалось. Я пока еще положительный, но в этом вообще ничего не вижу. Потому что знаю, когда все предприниматели подключатся, это будет примерно все в одно время, они все подключатся к 1 июля. И я вот почему-то думаю так, что кассы начнут зависать, когда будем закрывать деньги или отправлять эти отчеты. Это также было как система эгоист с алкогольной лицензией. Так в Новосибирске до 1 июля должно появиться 20 тысяч онлайн-касс. Но пока купили всего 3 тысячи. Кто-то не торопится, а кто-то сетует на нехватку электронных устройств. Для того, чтобы получить технику, скажем так, мгновенно, ее зачастую не купишь. То есть нужно заключить соответствующий договор и ждать поставку. Вот в этом проблема поставка осуществляется там, скажем, на 2 недель, там до месяца может осуществляться. Цена онлайн-кассы до 30 тысяч рублей. Казалось бы, немного, но если посчитать установку, регистрацию, покупку фискальных накопителей, сумма дойдет до 50, а то и 80 тысяч рублей. А еще нужно провести интернет и оплатить провайдеру услугу. Предприниматели, особенно из сельской местности, которые очень небольшие доходы имеют, они говорят, что покупка КАС, покупка программного обеспечения, покупка другого оборудования довольно сильно повлияет на бизнес. Эксперты считают, бизнес может уйти в так называемую серую зону. Будет искать лазейки, чтобы не платить налог. Тяжелее всего придется малому предпринимательству. Кто-то уже решил закрыть бизнес. Крупные выйдут хорошо, средние выйдут легко, достаточно быстро. Поэтому, наверное, здесь будут основные показатели как раз на уровне федерации собирать таких игроков. Все остальное будет уже там причесываться. Потери будут. Это факт. Особенно возрастные предприниматели, кто не развился, дальше не пошел, понимают, еще чего-то с меня берут. А мне это надо. По старинке смогут работать лишь сельские предприниматели в тех районах, где есть проблемы с интернетом. Но и это тоже временно. Первые результаты работы новой системы можно будет оценить уже осенью. Юлия Баврова, Анатолий Серов, Дарья Швыткая, Денис Солдаткин, Ольга Маховская. Новости здесь, Омск.